Всем привет! Я снова снимаю для вас влог. Мне кажется, что вам больше нравятся влоги, почему-то больше всего просмотров на влогах. И если честно, то я тоже очень люблю смотреть влоги разных блогеров. Мне кажется, влоги более душевные, домашние, то есть как-то ближе к нам, ближе к народу, так сказать. Даже мне вот проще снимать влоги на самом деле, обрабатывать проще и быстрее это все происходит, чем более такие профессиональные видео, когда нужно там сесть, накраситься, там что-то еще сделать, смонтировать потом 2 часа. Очень сложно мне даются видео от более профессиональных, а влоги, конечно, как орешки. Напишите в комментариях, как вам вообще влоги или что вам нравится смотреть. И вы часто, кстати, спрашиваете, кого я смотрю из блогеров, и мне очень нравится смотреть в последнее время девочек, которые живут в Америке. Да. И очень нравится смотреть непопулярные каналы абсолютно, то есть совсем новые, незнакомые каналы. Я нахожу их и прям залипаю. Мне нравится их искренность, доброта, потому что более популярные каналы, они какие-то все равно уже не такие. Может быть, вы за мной тоже такое замечаете, хотя я стараюсь быть всегда максимально правдивой, естественной, такая, какая я есть. Но я люблю вот находить именно, знаете, таких новичков, кто вот только начинает вести свои каналы. И я как раз сейчас занималась тем, что смотрела видео девочки Юлии. Может быть, вы ее видели, может быть, нет в Ютубе. Но у нее такой совсем молодой канал. Я очень рада, что нашла ее. Канал очень светлый, жизнерадостный. У нее маленькая дочь по имени Джессика. Они постоянно вместе снимают видео, тусуются, ездят на машине куда-то по паркам. Они живут здесь в Америке тоже. У Юлии муж американец. И они вот очень часто снимают какие-то влоги, переезжают из апартаментов в апартаменты. Юлия рассказывает, дает массу полезной информации. И я там тоже нахожу для себя много чего полезного. И, девчонки, если вам нравятся влоги, если вам нравятся американские влоги из Америки, то я оставлю ссылку на Юлин канал под этим видео. Смотрю видео я в основном на телефоне, и я вам сейчас покажу ее канал. Вот как раз вот это видео я сегодня смотрела. Смотрите, ну это Катя, с моей новой камеры. У нее новая камера, кстати, да, как у меня. Итак, первое видео с моей новой камерой Canon G7X. Вот я точно такую сейчас снимаю. Значит так, новости такие. Мы переехали в новую квартиру уже в третий раз за последние полтора года. Представляете, меня сейчас ждет то же самое, в принципе. Советую вам посмотреть ее канал, перейти по ссылочке в описании. У меня куча новостей, как обычно. Я продала свою машину GX Lexus 460. Нашла еле-еле покупателя. Вообще, как бы машина была не новая, б.у. Мы ее покупали давно из-за моей деньги. Просто тогда мы решили сказать, что это был подарок. А теперь сложилось так, что мой банк Астана накрылся медным тазом, где лежали мои остальные деньги и мой депозит. И теперь я вообще ни копейки не могу оттуда достать. У меня там немаленькая сумма, которая покрыта фондом, гарантированным фондом президента. Но все равно я не могу вывезти оттуда деньги, потому что у них там сейчас какие-то лимиты и так далее. И я еще не нахожусь в стране. Но даже люди, которые находятся в стране, они тоже не могут вывезти свои деньги. Поэтому, в общем, мы тут все в панике. Я осталась, можно сказать, практически без денег в Америке, потому что все мои деньги были в одной корзине. Как говорят, не храните деньги в одной корзине, не храните яйца в одной корзине. Так и получилось у меня. Я хранила все деньги в банке Астана и вложила остальные деньги в машину. И теперь по истечению всех событий, обстоятельств, я поняла, что машина мне такая большая не нужна. Она ела очень много бензина, я заправляла раз в два дня, не поверите, по 20 долларов. 7 галлонов, и она их съедала. Ездила я очень мало, а если я ездила на дальние дистанции, то, соответственно, она у меня съедала больше. В общем, она просто пожирала бензин. И я продавала машину буквально месяц, может больше. Вообще никто по объявлению не звонил. И я нашла через Facebook, через группу в Орландо дилера русскоязычного, который нашел мне клиента тоже русскоязычного. Купил практически за столько, за сколько я ее и купила. Ну, конечно, я потеряла примерно тысячу, грубо говоря. Но, как мне сказали, я бы ее и так не продала бы за дороже. Потому что эта машина уже как бы все. Она очень дорогая, и за ней нужно ухаживать. В общем, ну не каждый готов потратить столько денег на такую машину. Тут американцам проще в лизинг все взять, в кредит. В общем, пока он ко мне приехал, пока мы все это доделали, пока он приехал, банк был закрыт. До четырех все банки, именно банков Америка до четырех работает. Он приехал в четыре, не знали мы, что до четырех, думали до шести, как везде тут, до четырех эти банки. В общем, несколько дней подряд он ко мне приезжал. Потом, наконец, купил машину, все, супер. И я теперь в поисках машины поменьше. Чтобы на ней там поездить годик, грубо говоря, там, или полтора годика. И потом ее продать за столько же, в принципе, за сколько я купила, но там может что-то потерять, какие-то копейки. И там тоже что-то взять себе, может, в лизинг, может быть, там, в кредит, не знаю. Но это я буду думать, либо там уже за наличку что-то там получше. Но пока я не хочу столько тратить денег на бензин, а без машины здесь в Америке никак. Поэтому я в поисках машины обычной, маленькой, недорогой, чтобы мало ела бензина. Короче, я поехала по делам. Я езжу, в общем, на арендованной машине. Я взяла в Херце на неделю. Мне нужно будет ее вернуть. Через неделю 300 долларов обошлось мне это все. Супер экономичная Nissan Versa. И сейчас я просто не нарадуюсь. Я езжу на арендованной машине, которая ест вообще ничего. Я как взяла ее с полным баком в пятницу, грубо говоря, так до сих пор у меня почти полный бак я езжу. Я в шоке. Я просто в шоке, насколько много у меня ела, съедала бензинная машина. И я не понимаю, нафига мне была нужна такая здоровая тачка. Ну, это все делалось как бы... Никто же не знал, что так у нас сложатся обстоятельства. Думали, что нам нужна эта машина. Как оказалось, она никому потом уже не нужна стала. Так что все, я хоть чуть-чуть своих денег, можно сказать, вытащила. Осталось только вытащить свои деньги с банка Астана и все. Хотя, я не знаю, там такие прогнозы печальные. Говорят, что до следующего года мы ничего не вытащим. Не знаю, может быть, кто-то там выкупит этот банк. Ну, короче, проблемы на проблеме. Как говорят, беда одна не приходит. Когда у меня все началось здесь, вся эта катавасия в Америке, все в одно время с банком проблемы. Там, с семьей проблемы, со всем проблему. И прям все, чуть ли не в один день началось. И это так странно, потому что это правда, говорят, беда, да, не приходит. Так у меня и получилось. Так что, ну, уже стабилизируется все, нормализуется. Машину продала, окей. Поехала я за Сарой в ее летний лагерь. А затем мы поедем на коньки. А после коньков все-таки зайдем вот в этот магазин, воркшоп, где собираете игрушку вы сами. Наполняете, добавляете сердечко вовнутрь. То есть там целый ритуал, увидите. Я буду снимать видео. И мне, представляете, моя зрительница прислала такой вот купон. Минус 15 долларов скидкой. Там игрушки примерно по 25 долларов. Есть по 35, по 25. Как она называется-то? Nissan Versa. Никогда я не ездила на такой машине. Именно такой марки. Но она неплохая. Конечно, не Lexus, не кожаный салон. Еще такой, как погремушечка немного. Но зато очень экономичная. Очень. Прям я не нарадуюсь. Все, я поехала за Сарой. Закончились 5 недель Сарыных. Обучение ее перевели в другую группу. С понедельника уже идет в другую группу кататься на коньках. А теперь мы идем за игрушкой. Проверим, работает ли наш купон. Итак, смотрите. Вы выбираете игрушку и наполняете. Это ее чучело. Она пустая здесь. Все пустые. Вот сначала вы выбираете чучело. Игрушки, которые хотите. А вот, смотри, есть единорог. Пустой. Есть белая лошадка. Пони. В общем, вы смотрите. Вот они готовы. Выглядят вот так. А смотри. Вот такие my little pony не хочешь? My little pony. No? А есть просто медвежата. Ты смотри, не торопись. Выбирай. Еще, знаете, можно выбирать одежду и менять им наряды. Это, конечно, интересно. Мама, нет. Мама, нужно докупать. А докупать, конечно, Ань, но все стоит денег. Представляете, одежда для игрушек разная. В общем, вот такой аппарат. Он наполняет игрушку специальным наполнителем. Еще вовнутрь кладут сердечко, чтобы у игрушки было сердце. А здесь еще можно выбрать звук. Мама, нет. Все, у меня нет. У меня есть мой маленький троник. Можно делать... Можно посмотреть. Поехали. В ignition. Ты не можешь, наверное, посмотреть. Не, она не хочет. А теперь? Тролики? Тролики! Я всегда думаю, что я в хорошем состоянии. Раптейк? Нет. Раптейк. Да? Раптейк? Раптейк! Раптейк! Раптейк. Раптейк? 6 7 долларов это стоит сканировать теперь музыка передается на это устройство у тебя пони будет песню петь троллей да пошли дальше там интересный процесс все теперь у нее будет и песня и сердечко сказала нажать ногой и вон игрушка заполняется нажимать на педаль нажми давай ее высушит что там обдувает ее но если она там вдруг каких-то лохмотьях ты можешь ее почистить да купон нам помог сделать скидку 15 долларов теперь у сары такая вот самодельная пони подружка с сердечком внутри из песни тролли прикольно да там розочка поет варю я саре супы в основном это овощной с курицей курицу она не ест она ест овощи этот суп у меня вот с рисом до этого она ела с вермишелью то есть борщ она не любит если ест суп то только мисо суп либо вот такой простой овощной без мяса мясо она не ест сама не хочет не красная не белая иногда ест рыбу иногда очень редко ест говядину это очень редко это может быть только если шашлык и курицу тоже крайне крайне редко поэтому вот это филе я съедаю обычно в общем рассказываю сара увидела в супермаркете вот такую вот коробочку говорит мне мама купи мне это в школу у нас дети такое приносят я тоже хочу один раз пожалуйста ля ля я при что это наград это на снэк тайм они едят я говорю окей три такие коробки стоят 5 долларов вот что же там внутри угадаете а там самодельная пицца два кусочка вот такой лепешки кетчуп именно такой томатный со специями итальянскими вы намазываете кетчуп на лепешку стертый сыр обычно посыпаете и колбаски папироне там штук шестик просто кладете едите это вот такой снэк я не скажу что это супер полезно но они этого хотят они друг друга смотрят там школе родители которым лень что-то готовить они вот так вот отмазываются покупают уже готовое и кстати таких вот вариантов очень много там на полках всякие разные есть просто куски уже сыр колбаса там что-то еще уже готовая порционно на снэк я думаю что взрослые это тоже идет а еще там кусочек маленькой шоколадки это уже третья пачка последняя которая купила я даю ей с собой даю с собой грушу и больше такое не буду покупать но как ее уберечь от этого всего если она растет в этой среде в этой культуре в этой дурацкой культуре еды и смотрит на других детей тоже хочет да попробовать и то что они едят соответственно я там буду давать и какие-то свои блюда над ней могут смеяться в школе и она может потом вообще отказаться сказать я не хочу такое есть что ты мне даешь вот такая вот небольшая проблема здесь в америке с питанием не знаю буду думать что что чем можно заменить пока она поддается уговорам но это только пока как началось лето в волмарте появились вот такие вот конструкции для я не знаю пикника скорее всего принцип такой вы берете крекер маршмеллоу и шоколад эти наборы сразу здесь стойки продают а вы маршмеллоу просто на костре подогреваете и складываете между слоями в общем они такое вот едят ну что супермаркеты готовятся к школе go to school и все теперь у нас на скидочках все к школе потому что 13 августа они идут школу не как у нас 1 сентября а 13 августа уже конечно поздно темно у нас и но я решила показать вам эту сумку мне ее доставил сегодня курьер новенькая очень красивая и качество классная это бренд графия или графия мне понравилась расцветка белая с бежевым на длинном ремешке и сумка сама по себе красивая ну как клач больше так что вот на такой ноте буду заканчивать свой влог надеюсь вам он понравился буду стараться снимать чаще всем спасибо за просмотр пока пока